Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами прогуляемся по самому маленькому городу Крыма. Это город Алубка. Я вам покажу в этом видео, как же она изменилась. Она очень сильно поменялась. Начнем мы с вами сегодняшнюю прогулку, конечно же, со старого города. Я вам покажу, как его отремонтировали. Это улица Фрунзе. Раньше она называлась Воронцовской. Здесь вы сможете увидеть дома еще дореволюционные, 19-е, начало 20-го века. Алубка когда-то считалась некой Российской империей. Сюда приезжали светские люди на отдых. Здесь строились, издавались гостиницы. Именно в этом месте вы сможете сегодня увидеть несколько сохранившихся еще с тех времен домов. Очень здорово, что возле каждого старинного здания поставили информационный стенд, на котором вы сможете увидеть фотографии, как это здание выглядело несколько веков тому назад, и что оно из себя представляло. Ну и знаменитая гостиница Франция была построена в 1888 году. В этом здании, вот с этой улицы, то есть с улицы Воронцовской, находилось несколько магазинов. И вы даже сейчас можете увидеть старую вывеску. Видите, написано «Табак». А напротив гостиницы Франции находится большая лестница, 108 ступеней. Вообще, Алубку сложно представить без ее лестниц. Здесь их действительно очень много. Предлагаю нам с вами подняться и посчитать все эти ступени. Хорошая такая физическая нагрузка. Все, сбила со счета. Но поверим, что их здесь 108. Также обращаю ваше внимание на указатели. Они здесь все новенькие. Можно будет пойти прямо, вы выйдете к площади, или вернуться обратно в старую часть города. Это продолжение улицы Фрунзе. Смотрите, как здесь стало. Как-то, знаете, больше пространства. Цветы не садили. Очень красиво. А это гостиница Телепчи. Она была построена в 1880-х годах. И вы можете увидеть, как она раньше выглядела. Видите, еще такие резные балкончики, очень красивые. Тут находится кафе под названием Олубка. Покажу заодно вам цены. Салаты. Цены, в принципе, как и везде. Первые блюда, вторые блюда есть. Кофе, чай, холодные напитки, коктейли. Честно говоря, я бы сейчас коктейль выпила. Вообще, эта улица стала пешеходной. Но здесь находится множество разных заведений, магазинов. Соответственно, машины сюда подъезжают, чтобы выгрузить товар. Еще хочу обратить ваше внимание вот на эту стену. Видите, этого рисунка раньше не было. Очень красиво. Я дождалась, пока машины уедут. Видите, вот здесь теперь можно сесть, выпить чай, кофе, съесть какой-нибудь десерт. Все так стало красиво, уютно. Да, и вот эта вся брусчатка, она новая. Пивная. Здесь тоже поставили столики. Очень много магазинов с сувенирами. Ну и далее идет продолжение улицы. И еще обратите внимание на разные надписи. Алубка – это место, где хочется жить, творить и любить. Вот такая вот оригинальная лестница здесь появилась. Ее ступеньки оформлены в виде корешков книг, связанных с историей Алубки и Большой Ялты. Раньше, если не ошибаюсь, здесь было кафе. Я имею в виду в современном мире. А в 19 веке на этом месте находилась еще одна гостиница под названием «Россия». Гостиница «Россия» была построена в начале 20 века и считалась самой фешенебельной гостиницей в Алубке. Вот как-то так она выглядела. А вот как обыграли кондиционеры на здании. Просто поместили в специальный короб. Но если вы захотите подробнее узнать историю Алубки, то добро пожаловать в музей. Стоимость с группой 250 рублей всего лишь. Машин тут на самом деле очень много. И улица пешеходная частично. Еще раз обращаем внимание на вывески. Видите, они выполнены все в едином стиле. Также на фасаде здания вы можете увидеть старые фотографии Алубки. Если пойти прямо, мы с вами выйдем еще на одну улицу. Улицу Амедхана Султана. Но я предлагаю нам сначала повернуть налево на площадь Ленина. Алубка рай, Алубка чудом, Алубка легенда, Алубка моя жизнь и восторг. Ну а в этом дворике находится небольшое кафе и гостиница. Сделан в таком итальянском стиле. Великолепные гортензии. Ну и преобразившаяся площадь Ленина. Она здесь небольшая. Кстати, эта площадь раньше называлась Базарной. Как вы думаете, почему? Ну, скорее всего, здесь когда-то был рынок. Проходили ярмарки. Еще одно интересное сооружение в старой части Алубки. Это новый туалет. Тоже стилизован под эпоху 19 века. Сейчас мы с вами туда поближе подойдем. Правда, я не знаю, работает он сейчас или нет. Такой туалет у нас в Крыму пока единственный. Видите, здесь можно расплачиваться монетами. Ну и картой тоже. Сейчас попробуем туда заглянуть. Вот я попросила заглянуть сюда. Видите, здесь есть раковина, туалет, туалетная бумага, зеркало, салфетки. Устанавливают сейчас батарею. Мы с вами вышли на улицу Амет Хана Султана. Ранее она называлась улица Мечетная, так как здесь очень давно находилась мечеть. В этом месте появилась новая подпорная стена. Она упала еще в прошлом году, ее сделали. И высадили здесь глицинию. Интересно, если это глициния, какого она будет цвета здесь? Белая или сиреневая? На этой улице как были кафе, так и остались. Так, кажется, дождик начинается. Единственное, что, видите, с кафе убрали очень яркие, ненужные вывески и сделали тоже их в едином стиле. Пока я тут прячусь от дождя, можно ознакомиться с ценами. Салаты по 250. Первые блюда 400-350. Вторые блюда. Вот такие цены в Алубке. Я хочу сказать, что эта улица стала заметно шире, чем была раньше. Появилась стилизованная стена с надписью «Старый город 960-2024». Вот так вот сегодня выглядит площадь перед памятником Амет-Хану Султану. Отсюда открывается потрясающий красивый вид на гору Ай-Петри, на зубцы. Сейчас там тучи, видите, погода немного испортилась. Здесь установили скамеечки. Канализационные люки здесь тоже выглядят вот так. Это современные копии тех, что находятся на территории Воронцовского дворца. А это карта исторического маршрута с перечислением всех ключевых локаций, которые вы здесь можете увидеть. И здесь же рядом вы можете посмотреть, как все выглядело до. Это вот улица Амет-Хана Султана, по которой мы только что с вами гуляли. Вот так вот она выглядела раньше. А вот так она выглядит сейчас. Улица Фрунзе. Вот вы можете увидеть, какие раньше здесь везде были вывески. Кричащие заголовки непонятные в разном стиле. А сейчас все привели в порядок. В конце улицы Амет-Хана Султана, вот возле его памятника, появился фонтан. А если быть точнее, когда-то он здесь и стоял. Затем он пропал, и его не так давно нашли в чем-то огороде. И решили перенести его назад. Вода здесь питьевая, пить ее можно. Фонтан от 1847 года. Здесь имеется старая фотография. Видите, как дети пьют из фонтана. Вот так вот изменилась Алубка сегодня. Стала более притягательной. Сюда хочется возвращаться, все рассматривать в деталях. Напишите, как вам. Ну, а мы с вами идем дальше гулять. Воронцовский парк. Он как раз находится здесь рядом. Что-что, но дождь сегодня по прогнозу не обещали. Вот что значит, долго собиралась ехать в Алубку. Хорошо, что парк такой тенистый, зеленый, и тут есть где спрятаться. Дождик всех людей разогнал. Не знаю даже, есть ли смысл спускаться к пляжам и их вам показывать. Ну, скорее всего, все равно спущусь. Для тех, кто, возможно, не знает, вход в Воронцовский парк свободный. То есть здесь не нужно покупать никакой билет. Единственное, что если вы захотите сходить на экскурсию в Воронцовский дворец, то да, там нужно будет заплатить деньги. А по парку вы можете гулять сколько угодно. Вход всегда абсолютно свободный. Очень люблю этот парк. Он, я его вообще считаю одним из лучших в Крыму у нас, а может быть даже самый лучший. Здесь всегда так тихо, спокойно. Людей мало. Красота. У нас сейчас в Крыму вовсю цветет олеандр. И Воронцовский парк не исключение. Обратите внимание, какое тихое, спокойное море. Тишь да гладь. Пожалуйста, детский пляж Олубки. Тут очень много детей купается, потому что, видите, такая удобная заводь, небольшая глубина и для деток самый раз. Дождь, конечно, поразгонял людей с пляжа. Был такой хороший ливень, хоть и короткий. Но людей стало не так много. Но к тому же уже вечереет. Зеленый мыс находится в той части. Кстати, чуть подальше находится пляж Лягушка. И говорят, что там начинается его реконструкция. Местные жители, кто что знает, пишите в комментариях. Время сейчас уже полшестого вечера. Солнышко уже так мягко светит. Мы идем с вами дальше. Покажу вам еще немного пляжей. Люди купаются. Это значит, вода потеплела. Дело в том, что совсем недавно у нас была низовка. Причем получилось так интересно. В Симиизе вода была очень холодная. Но в тот же день в Гурзуфе вода была значительно теплее. Я как раз снимала Гурзуф. Там много людей купалось. А вот подписчики из Симииза написали, что у них вода холодная. Такое тоже у нас бывает. Вот в этом месте, в нижней части парка, находится туалет. Он абсолютно бесплатный. Работает круглый год. И здесь же неподалеку пляж. В прошлые годы вот на этом месте работала столовая. Продавали чебуреки, салаты. Но вот сейчас пока не работает. Но кафе, которое находится чуть ниже, в рабочем состоянии. Ну еще бы здесь такое хорошее место. Вот кафе и сразу пляж. Очень много молодежи на пляже. Сейчас как раз каникулы. Сюда люди тоже любят приходить. Здесь чистая водичка. Это старый причал, который, надеемся, когда-нибудь сделают. В море впадает река. Но это именно река. Вода здесь чистая. Но людей не так много. Как я уже сказала, прошел дождь. Вы это сами видели. Ну и к тому же уже вечер. Около шести часов. Людей, конечно, к этому времени всегда уменьшается. Здесь Олубкинская набережная. Я ее называю обычным прогулочным променадом возле моря. Как таковой набережной в Олубке нет. Ну тут зато тихо, спокойно. Машины нигде рядом не ездят. Можно посидеть, порелаксировать. Жилья в Олубке сдается достаточно много. Конечно, лучше жилье снимать поближе к морю. Так как местность тут все-таки гористая. Вот в этой части города, конечно, пляжи забрало уже море. Но да, вода здесь чистейшая. Потому что и людей тут практически нет. Уже можно сказать, это такое дикое место стало. Когда я снимала Олубку зимой, вот лестница, которая ведет на пляж, была обрушена после шторма. Посмотрим, как там сейчас обстоят дела. Так, вот та самая лестница. И... Да, я не знаю, спущусь ли я тут. Вот эта лестница вела прям донизу. А сейчас, видите, нужно будет идти по тропе. Конечно, на Зеленый мыс можно пройти с той стороны, с обратной, там мимо отеля. Но раз я уже пошла здесь, поэтому показываю вам пляж с этой стороны. Я думаю, что второе название пляжа, Черный Бугор, будет всем понятно. Особенно сейчас. Картинка реальная. Видите, вот этот Бугор, он действительно такого очень темного цвета. Поэтому и Черный Бугор. На пляже имеется, как вот такая мелкая галечка, такая совсем крупная. Ну и в воде тоже самое. Есть мелкая галька, есть булыжники. Не всегда здесь, конечно, удобно заходить в воду. Но, в принципе, купаться можно. И вода в этой бухте зеленоватого оттенка. Вот знаете, как в новом свете. Зеленая бухта. Вот. Очень похоже. Когда вы смотрите это видео, я, скорее всего, сейчас путешествую на Дальнем Востоке. Те, кто подписан на мой телеграм-канал, видят самые свежие новости из моих путешествий, передвижений. Так что обязательно подпишитесь. Погода немного внесла свои коррективы в видеосъемку, но, надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте ему лайк. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. И мы, как всегда, с вами скоро увидимся. До новых путешествий. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok